Приветствую вас, Александр, я просто читал ваш вопрос. Вы знаете, я думаю, что вот ответ кроется в том, что вы хотите быть уверены в том, что будете счастливы и что будет человек, который вас будет любить. Почему так? Потому что вы сомневаетесь в том, что вас любить можно. Потому что вы в этом, на мой взгляд, сомневаетесь, вы не уверены. И вы изначально, как мне кажется, были не уверены в том, что вас можно любить. В какой-то степени именно поэтому вы в отношениях вели себя молодым человеком, вели себя так, как вы себя вели. То есть вы требовали от него перемен, вы пытались его подстроить под себя, переделать под себя, чтобы вам было спокойнее. А человек в какой-то степени это делал, но очевидно, что он срывался, очевидно, что ему было тяжело. Да, и любому человеку, в принципе, будет тяжело меняться, особенно если он это делать не хочет. Это, по сути, приводит к тому, что не получается быть с собой. Ну, в отношениях. Не получается быть естественным. Ну, в отношениях. И это, на мой взгляд, то, что с вами произошло, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, как раз, это то, что случилось. То есть, то, что мужчине очень-очень-очень было тяжело и трудно с вами. Вот он какое-то время старался меняться так, как вы хотите, но ему это было тяжело, он не выдержал и вот так в итоге получилось вот так, как получилось. Давайте разберем более подробно. Я его любил и очень доверял ему. Мы часто взорились, он эгоистично себя довел и порой был холоден. Ну, я хотел бы, конечно, как-то немножко более подробнее, что вы имеете в виду, говорят, что любили его. Что вы в это вкладываете, в то, что вы его любили. Вот. Нет, я не хочу сказать, что вы его не любили или что вы обманываете. Нет, я не пытаюсь это сказать, вот. Просто, на мой взгляд, достаточно важно разобрать этот момент, чтобы вы, может быть, для себя лучше понимали как-то, о чем идет речь. То есть, вот, что за чувства вы испытывали к человеку и почему эти чувства, там, по итогу привели к тому, что вы набросались. Или почему эти чувства приводили к тому, что вы ссорились, например. Да, как бы. Такой момент. Как мне кажется, достаточно важным, чтобы на него обратить внимание. Дальше. Так. Я очень доверял ему. Что это значит? Что значит вы очень доверяли ему? Для меня это выглядит так, что вы чрезмерно полагались на человека. Мы часто ссорились. Из-за чего вы ссорились? Здесь я рекомендовал бы вам изучить психологический груз-скандал. Я не буду сейчас, как бы, грузить вас, да. Но, вот, рекомендую, рекомендую изучить психологический груз-скандал. Потому что, когда люди ссорятся, это про, как раз таки, про скандал. Про вот эту вот психологическую груз. И очень важно, что вы в этом отдавали себя отчасти. Дальше. Он эгоистично себя вел. Что вы имеете ввиду? Что вы имеете ввиду, говоря, что он себя эгоистично вел. То есть, это, ну вот, что вы вкладывать в это? Потому что не все действия, которые кажутся эгоистичными, и являются эгоистичными, чего уж греха дает. Не все эти действия не должны быть, то есть, образно говоря, какие-то действия вполне реальны и вполне имеют право на жизнь. Ну, там, грубо говоря, грубо говоря, человек, человек может, там, условно, условно, говоря, вести себя эгоистично, да, ну, просто вот вести себя эгоистично. Человек может, может, как бы, заботиться о себе таким образом, ну, таким образом, грубо говоря. Да, то есть, как бы, ну, проявляя, проявляя к себе, там, условно говоря, заботу, заботу, да, проявляя, проявляя по отношению к себе заботу. Вот. И это нормально, если человек проявляет по отношению к себе заботу. А как вы относитесь, условно говоря, к тому, что, вот, человек может проявлять к себе заботу? Ну, может, да, там, мог проявлять к себе заботу тогда. Ну, то есть, как вы относитесь к этому? Это вот, на мой взгляд, очень важный момент, на который вам имеется смысл обратить свое внимание. Ну, просто там, потому что, я хотел бы понять, что вы имеете в виду, говоря, что человек ввел себя эгоистично. Может быть, вы имеете в виду, что человек вам, там, условно говоря, откровенно вредил, да, своим, ну, своим поведением. Это одно, если человек, если человек, эм, откровенно вредил вам. А может быть, такая ситуация, что человек, эм, просто делал что-то для себя, а вы на это болезнь реагировали. Потому что для вас это означало, означало, что вас не любят, грубо говоря. Вот. И это уже немножко другое. Вот. Кроме того, как бы, есть такой, ну, есть такой нюанс, что, допустим, да, человек может вести себя эгоистично, но, эээ, ну, как бы, он хочет вести себя так. Да, как бы, то есть человек хочет вести себя таким образом. И если он себя таким образом ведет, то у вас, эээ, там, фактически, да, есть, есть выбор. Вы либо, эээ, принимаете его таким, какой он есть, вот, да, либо нет. И вот, эээ, как бы, эээ, как мне кажется, ну, что, эээ, что не совсем, да, условно говоря, вы его принимаете таким, таким, какой он есть. Ну, не совсем. Вот. Ну, может быть, не получается, может быть, не получается у вас, эээ, его предпринимать. Может быть, болезненность, эээ, там, ну, что-то болезненное, может быть. Вот. Дальше, эээ, так, эээ, так, 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 я принимал его таким, хотел бы сказать, нет, если вы, эээ, если он с вами менялся, то, нет. У него было много хорошего. Эээ, чего именно, в одной из ссор, когда я отказался с ихными природой, так плохо себя чувствовал, он просто замолчал, просто стал разговаривать. Я собрал вещи и ушла. А почему, откуда такая реакция, что, если, эээ, человек, эээ, ну, перестал разговаривать и замолчал, то вы собрал вещи и ушли. То есть это, как бы, ну, поэээ, это похоже немного на манипуляцию, я бы сказал. Вот. То есть это похоже на, вот, знаете, на такую демонстративную модель поведения. То есть я сейчас вот себя вот так вот демонстративно буду вести, чтобы ты что-то сделал. Вот. Чтобы, эээ, там, условно говоря, ну, может быть, ну, ты почувствовал, там, свою вину, или, там, что-то такое. Вот. То есть, эээ, зачем? Что, эээ, что вам, эээ, что вам, эээ, двигало, когда вы, эээ, вот, эээ, решили? Эээ, условно говоря, эээ, уйти. И как должен был, эээ, поступить, эээ, человек в этой, в этой ситуации? Ну, по вашему мнению, я, я имею в виду, как бы он должен был, как, как он, эээ, должен был, ээээ, себя повести? Вот. Он должен был, эээ, что сделать? Он должен был, ну к примеру, он должен был вас остановить, например, он должен был попросить прощения у вас, например. Что он должен был сделать? Этот момент он пока не ясен. Да, я надеюсь вы понимаете, что это не очень понятно. То, что вы имеете в виду. Дальше. Так, значит, думал, проглашали на яссорок, не общались ведь две недели. Ну, я не думаю, что, ну, что вообще, вот, хорошим моментом, да, хорошим признаком является то, что люди, там, на постоянной основе ссорок. Мне кажется, что не должны люди, особенно, если они друг друга любят, если они в отношениях, если они еще даже не женаты, не дать ей людям ссорок. Ну, мне так кажется, вот, понятно, что я могу здесь быть не брат, но то, что вы говорите, что, я думал, это обычная ссора, ну, то, что мы говорим, что ссоры для вас стали привычными. Это привычный, привычный способ, эээ, поведения. Вот, только привычный способ поведения, направленный на что, вот, что, как бы, эээ, что важно, какую проблему вы решаете таким способом поведения. Так, мы не общались две недели, почему? Я потом и случайно увидел одну из девочек со сети видео с ним на природе, я написал этой девочке. Зачем? Когда раньше они их редко встречались, она написала ему предложение, я поехал с ним. Она подозревает, что между ними ничего не было, да это не важно, сам факт, что он обманывал меня, меня уничтожают. В общем, именно он вас обманывал. Я не могу поверить, что человек так искусствовал городу, о том, насколько он верный, надежный, в отличие от других. Но если между ними ничего не было, то он не врал. Нет? Ага, и поступить так, а как поступить? У нас были планы на будущее. Смотрите, здесь такой момент, да, что у меня планы на будущее были с ним. То есть, это вот, есть некоторая разница. Когда планы на будущее мои собственные, и когда мои планы на будущее зависят от другого человека, есть разница. Ну, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить, есть разница. И, соответственно, ваши планы на будущее связаны, скорее всего, с этой организацией своей защищенности. Дальше. Я считал его тем самым. Ругались мы за его отношения. Как-то вот не кажется вам, что он здесь есть, ну, какое-то противоречие? То есть, с одной стороны, я его считаю тем самым, тем самым, вот. А с другой стороны, мы ругаемся с ним из-за его отношения. То есть, его отношения мне, ну, как бы, ну, мне отношения его не нравятся. И вот, как бы, это, ну, такой, я бы сказал, важный момент, на самом деле. Вот. Дальше. Так. Я не тот человек, который будет терпеть то, что меня не устраивает. А, как это связано с тем, что вы говорите, что принимает, принималаThis человек, а, ну, таким, как он есть, вот. Как это связано тогда? Ну, то есть, если вы говорите, что принимаете человека таким, какой он есть, об этом пишите, что я не та, кто будет это терпеть, что как-то это не складывается немножко. Он менялся, меня это радовало, заботился обо мне. Опять же, здесь не укладывается в то, что вы его принимали таким, как он есть. Тем не менее, его эгоизм часто проявлялся. Он критиковал меня, вечно к нему сопротивлялся. Это не эгоизм. Это не эгоизм. Александра, это не эгоизм. Я понимал, что жизнь не будет тяжело, но была сильно привязана к нему. Ну, а в чем привязанность, вот, ну, в чем привязанность заключалась вообще? Конкретно, а в чем привязанность заключалась? Понимаете ли вы, что привязанность, я все-таки не прелюбовался. Большина бесконцова поведена тем, что любил бывший, а на его ответил, а теперь он любить не способен. И правильно ли я понял, что вы, получается, согласились на отношения, где вас не любят? При том, что вы немножко позже пишите, что хотите, чтобы вас любили. Плакал, говорил, что не знает, что сможет любить. Вообще, я верила. То есть вы соглашались, народ вас не любит. При этом удивляетесь, что человек встречался с другой девушкой. В связи с этим моя самооценка упала. Теперь я считаю, что меня никто не может полюбить. Так он вас не любил. Александра, он вас не любил. Скажите, пожалуйста, что такого было в вашей самооценке? Что такого было в том, как вы себя видели и видите? Что это зависит от того, как к вам относится человек, который прямым текстом говорит, что не знает, может ли он полюбить вообще. Так, теперь я считаю, что меня никто не сможет полюбить. В первую очередь, вы сами. Вадикация, в первую очередь, вы не любите себя сами. Я вспоминаю его в каком контексте. Мне никто не интересен. Я бы не так сказал. Я бы сказал не так, что вам никто не интересен. Я бы сказал, что вам сложно находить общее между вами и людьми возможно. Но это не про интересы, это про то, что вам самой интересно. Это про то, чем вы сами бы могли, хотели бы заниматься. Так, я понимаю, это не про любовь, но я скучаю по нему. А вот скука, это именно вот скука, да, скука. Что это за скука? Вот что это за чувство? Попробуйте описать его. У меня обида, что мне изменяли, что я не лучший, а что были еще другие. Вам не изменяли, как сказал девочка между ними? Ничего не было. Вас задевает то, что он был не только с вами. Это связано с тем, что вы в себе не уверены, что вы склонны себя обесценивать. Как мне поверить, то, что смогу быть счастливой, если человек, чтобы любить меня, а не при так плохих отношений. Но я думаю, что здесь нужно разделить счастье и другого человека. То есть вам нужно стараться быть счастливой как-то без других людей. В противном случае, если вы для своего счастья выбираете такую цену, вот такую цену, да. Что я могу быть счастлива, только если меня кто-то любит. То это всегда будет сводиться к тому, что вы будете пытаться поменять того, кто будет рядом с вами. Это раз и два, этот человек будет вас обесценивать, потому что будет чувствовать вашу зависимость от него. И отношения не будут равноправными. А любовь это все-таки больше про равноправие. Поэтому тут вам нужно определиться с тем, что я хочу, что где и какой ценой я это готово получить. Вот. И тогда уже смело, смело выстраивать свою стратегию жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь и мысли по поводу всего, что я сказал. Желаю вам всего самого доброго и удачи.